всем привет мы сегодня будем готовить ну в общем то я бы так назвала капустный пирог и начнем для этого нам понадобится в общем хотя кого я обманул короче для этого нам нужна капуста капуста я порезал достаточно мелко здесь у меня примерно 400 грамм добавляем чайную ложку соли и нужно это все залить кипятком залить так чтобы вся капуста покрылась водой вот так вот перемешайте чтобы соль там растворилась все это отставляем в сторону здесь у меня перец красный болгарский луковица одна небольшая небольшая морковь и помидорчик все это нужно на сковородке припустить ну почти до готовность включаем сковородку наливаем столовую ложку растительного масла не больше и выкладываем все овощи сразу если хотите по желанию добавьте чеснок свежие сухой какой хотите и вот эти овощи должны минут 10 потомиться они пустят сок в общем почти чтобы они стали готовы овощи у нас приготовились в это прошло 10 минут 10 минут у нас капуста была в кипятке и 10 минут готовились овощи овощи не оставляйте без присмотра постоянно помешивайте что нужно делать нужно откинуть капусту вся жидкость стекла капуста стекла стекла добавляем овощи добавляем 3 яйца слегка взболтайте ложку кукурузного крахмала я должна на полторы добавлю и дальше все приправы какие вы хотите я добавлю соль соль добавляйте аккуратно потому что мы в капусту уже добавляли попробуйте потом я добавлю черный перец острый и сладкий красный перец петрушка напомню что вы можете сюда добавить можно сюда добавить какие-то травы куркуму все что вы любите химили сунели красный перец петрушка и все тщательно перемешаем такая красота получается ставим сковородку на огонь смазываем растительным маслом у меня здесь столовая ложка и выкладываем нашу капусту нашу красоту сковородку кто еще не приобрел вот такую лопатку силиконовую вдруг такие есть обязательно это сделать посмотреть как это все очень хорошо выгребается сковородку теперь это все нужно распределить ровным слоем вот так накрываем крышкой делаем огонь на средний и готовим так 10 минут и так прошло меньше десяти минут уже заподозрил неладное и сейчас мы его будем переворачивать накрываем крышкой вот он слегка у нас подрумянился значит огонь у меня был такой достаточно сильный так мы сейчас смазываем сковородку маслом и допекаем вторую сторону опять же смазали сковородку маслом и выкладываем чтобы приготовить вторую сторону огонь на минимум накрываем крышкой еще минут на 7-10 прошло еще 10 минут да он нормально мы сейчас его на тарелочку перевернем вот такая красота посмотрите очень пахнет вкусно такой аппетитный и ну что это в общем такой полноценный перекус и сейчас я покажу как вот сегодня у нас будет какой обед вот тут у меня говядина с овощами было и отрезаем кусочек пирога это в общем такой полноценный гарнир еще вы можете сюда добавить вот у меня натуральный греческий йогурт вот такое дополнение еще можете сюда использовать но вообще к мясу вот к этому блюду очень вкусно горчица рецепт горчицы будет под видео я делала сама без добавления сахара приготовьте такая горчица наша настоящая всем желаю здоровья худейте с удовольствием всем пока ну уж коль мы испекли такой вкусненький я не знаю как даже назвать капустный пирог в общем такая закуска очень-очень вкусно и сегодня я вам предлагаю это куриная грудка с базиликом и помидорами внутри вот эти вот рецепт есть будет под видео приготовьте обязательно вот вы никогда не скажете что это куриная грудка очень вкусно это сочетание куриная грудка базилик помидорчик черный перец очень вкусно теперь уже точно пока худейте с удовольствием